Здрасте! Всем, друзья, привет, уленьки! Продолжаем играть NF-марш, 22-ая ферма, и у нас наступил октябрь. Довольно-таки много работы у нас в октябре, поэтому время остановлено, и давайте разбираться, что нам вообще сегодня за октябрь в этой серии надо сделать. Во-первых, друзья, у нас созрело два поля. Это поле с подсолнечником, 43-49, и два небольших поля, 4-5 и 3-е со свеклой. Соответственно, их сегодня надо убрать. Также октябрь это месяц покоса, поэтому надо будет скосить 45-е, 47-е, 48-е поле, где у нас люцерна, клевер и трава. Плюс, друзья, в сентябре у нас была посевная. Мы всякое злаковое вот это вот дело зазасеивали, и соответственно на засеянных полях у нас появился сорняк, от которого сегодня тоже надо избавиться. Это прям сильно надолго, но в общем, ничего страшного, время есть. Также из полевых работ у нас есть 6 контрактов на уборку. Тут у нас бобы, подсолнухи, свекла, подсолнухи, бобы и табак. В общем-то, надо будет это тоже дело убрать, плюс потом культивация, скорее всего, будет или пахота на некоторых полях, где свекла, например. Ну и, друзья, ко всему прочему, нам надо установить сегодня новое производство, а именно пивзавод, который начнет делать нам пиво. Соответственно, его надо установить и запустить. В принципе, материалы к нему уже все есть, ресурсы точнее, поэтому запустить этот завод не будет никакой проблемы. Ну и плюсом ко всему прочему, нужно вот этот вот список ранжевый слева будет закрыть. Тут не так много всего, поэтому я думаю, что мы это сделаем довольно-таки быстро. Ну и, друзья, продукцию со всех заводов тоже надо будет сегодня повывозить на склад, даже там, где оно не забито и не планирует быть забито. Потому что много где уже чего скопилось. Я думаю, все по порядку будем делать, просто медленно, размеренно, никуда не спеша. И начнем мы, друзья, с установки нового производства тогда сегодня. Требуется нам сегодня установить пивоварню на рекомендуемый участок номер 58. Я в прошлой серии смотрел где-то, но уже, конечно же, забыл. Помню, что это было где-то вот здесь. Да, вот он, 58-й участок. Давайте его купим около 23-го поля. Рядом с нашим топливным заводом он будет устанавливаться. Ну и давайте сразу же его установим. Его варня тоже здоровенная хреновина. Я так понимаю, лучше ориентироваться вот под этим углом. И вот так вот ее можно смело ставить. Бздынь. Что мне кажется, просел немножко. Да, ничего страшного. Немножко здесь просело. Можно, в принципе, это будет подровнять. Главное, что здесь все ровно получилось. Где наша продукция-то появляться будет? Вот здесь наша продукция будет появляться. Все нормально. Так, здесь у нас не самое красивое получилось. Поэтому я предлагаю это дело немножко терраформингом приподнять. Самую малость. Ну, вроде как вот так вот получилось. Да, местами здесь такая насыпь прям присутствует. Ну, ладно, ничего страшного. Вроде как все сделано более-менее адекватно. Хорошо, в общем-то, наше новое производство. Давайте посмотрим, что оно умеет делать. Оно умеет делать светлое бочковое пиво, белое бочковое пиво, темное пиво. А также в ящиках, если привезти еще бутылки. Для всего этого дела нужен хмель для каждого производства. Вода. Соответственно, три вида солода для трех разных сортов пива. Дрожжи нужны. Ну, очевидно, поддоны везде нужны. И для ящиков нужны еще бутылки. На выходе у нас, соответственно, куча пива и корм для свиней, как побочный продукт. Соответственно, прием поддонов у нас здесь. Куда мы будем выгружать поддоны, бутылки и солод, насколько я понимаю. Здесь у нас прием пустых поддонов и бутылок. Ага, здесь поддоны и бутылки. А вот здесь солод. Я понял, хорошо. Здесь у нас, соответственно, выгрузка хмеля, очевидно. Прием цепущих грузов, да. Еще где-то надо выгружать в воду. И вода у нас выгружается вот здесь. Ну, и здесь у нас выдача товара на поддоны. Короче, одним кругом здесь это все можно аккуратненько сделать. Я имею в виду автодрайв. Довольно много места здесь на заезд, что меня радует. С выездом будет чуть-чуть посложнее, но тоже нормально. Ну и давай, товарищ, ты у нас поедешь тогда на НПЗ. Выгрузка сыпучая, в общем-то, самая близкая точка. Или можно было на 23-е поле отправить, но уже ладно. Источной воды здесь, как побочки, нет. Не знаю, хорошо это или плохо. Ну, нет так нет. Но, видимо, вот здесь вот это вот все дело у нас появляться будет. Странно, что деревянные бочки сюда не надо везти. Как бы у нас же есть вроде как такая продукция. Но раз не надо, так не надо. Давайте бросим прицеп вот здесь. И, наверное, вот с этой стороны мы сделаем тогда въезд. А с той стороны сделаем выезд. Или наоборот. Да, здесь у нас будет въезд, там у нас будет выезд. Тогда вот отсюда начинаем запись и погнали сделаем один сквозной проезд. Играет музыка. Играет музыка. Так, ну как-то так вот это получилось. Единственное, еще я, видимо загрузка свиного корма у нас как по бочке, да, будет вот здесь вот проходить. Да, отпуск сыпучих грузов, там написано, соответственно сюда тоже надо линию сделать. Ничего это я вот это не соединил, непонятно. Давайте-ка вот отсюда тогда еще одну линию рисуем. Ну как-то вот так. Так, я думаю должно будет работать. Соответственно здесь же делаем двустороннее движение на выезде. И вот отсюда ведем как-то вот так вот. Вполне нормально. И отсюда сразу можно вот так вот линию сделать. Да, пересечение здесь конечно прям так себе, но что поделать. И вот это вот дело мы тоже соединяем тогда. И делаем это все дело второстепенным. В теории должно будет работать. На практике потом посмотрим. Так, и вот здесь надо сделать тогда заезд. Давайте наверное вот из этой точки мы его сделаем. Вот такой вот круглый. И вот это тогда нам надо, чтобы было двусторонней. Вот это должно быть двусторонней. И вот это должно быть двусторонней. И наверное даже вот это должно быть двусторонней. А вот здесь мы делаем переезд на обратную сторону, на встречное движение. Ну и разумеется делаем это все дело тоже второстепенным. Вот так вот. И наверное имеет смысл точку сделать здесь, промежуточную. И вот из нее тогда пускать вот сюда поворот. И делаем это тоже все дело второстепенной дорогой. Вот все, все сделали относительно быстро. Появилось у нас получается раз, два, три, шесть точек. Так, делаем тогда папку пивоварня. И в эту папку закидываем все что мы на создавали. Все перекидываем в пивоварню. Во, все готово. В теории можно этот самый завод запускать. Но сперва друзья, нам нужно покататься на нашей вольве, которая у нас для поддонов. Покататься по нашим заводам, собрать продукцию на склад, чтобы со склада ее все вывозить. Давайте начнем наверное тогда с стекла и солода. Все остальное потом уже тогда покатаемся. Давай друг, едь тогда в карьер. Стекло, загрузка, продукции. Погнал. Ну а пивзавод тогда друзья запустим все линии. Ну сейчас конечно напишешь, что нет ресурсов, но мы их сейчас все привезем. Смеля мы кстати собрали 389 кубов. Нам этого хватит почти на год работы. Но на целый год не хватит. Ну и ладно. Заодно кстати сейчас и посмотрим работает ли у нас здесь точка. Точнее с какой стороны у нас тут появляется наше стекло. Вообще на самом деле мы один поддончик выгружаем и сейчас все увидим. Он у нас впереди появляется. И точка у нас вон впереди, поэтому все отлично будет грузиться. Бздынь, залетело. Тогда мы берем все бутылки, еще 13 поддонов и все это дело выгружаем. И сразу же фура проседает. Стеклянные банки делаем то же самое. Тут у нас 4 поддона всего. Все выгружаем. Место еще есть, поехали. Поэтому тогда на, 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 на сахарный завод. Лаборатория. Загрузка продукции. Там у нас дрожжи, которые нам тоже нужны. Давай друг едь туда. 6,5 минут ему туда ехать, кошмар. Так, кстати еще. Из ресурсов электричество надо. Поэтому мы его распределяем. Сейчас как раз ночь была. Просто просадка по электричеству. Наверное на всех заводах есть. Лаборатория. То есть видите да, сколько не хватает. Лесопилка много сожрала и так далее. Значит наши навесы не справляются. То есть может за день, ну конечно там и выровняется. Но нам сейчас надо, чтобы электричество попало на пивзавод. А еще у нас на нашем складе поддоны закончились. Поэтому на лесопилку тоже придется съездить. Но ничего, съездим, что уж поделать. Здесь мы уже с лабораторией в общем-то забирали вроде как продукцию, да? Патоку точно забирали. Поэтому если мне не изменяет память, здесь тоже точка расположена правильно. Все должно работать. Тем временем Вольва доехала. Хорошо. Она поедет по кругу, по часовой стрелке. Кстати, друзья, у нас на сахарном заводе уже скопилось 166 кубов резаной сахарной свеклы. Наверное имеет смысл это уже на биогаз закинуть. Еще раз эту линию запустить. Но она не сильно долго там проработает. Сахарной свеклы у нас вот этой резаной производится... А почему здесь нет дрожжей, а? А сахарной свеклы у нас производится меньше, чем потребляется на биогазе. Так, остановился. Молодец. Дрожжи. 26 поддонов у нас есть. И они все сюда влезут. Хорошо. Тогда 26 поддонов мы выгружаем. Они вот здесь появляются. Ну да ладно. Уже как его тянет. Мне кажется, у него реально перевес там жесткий. И какие-то дыры появились. Ладно, ничего страшного. Давай, друг, едь разгружайся. А потом едь... А, тоже получается на сахарный завод солод с загрузкой продукции. А вот ту точку мы еще не проверяли. Хотя здесь довольно маленький триггер. По солоду у нас тут есть по 116 кубов. По 115 будем считать. До 345 за раз даже все не увезешь. Ну ничего, два раза съездит. Не страшно. Давайте-ка мы здесь, друзья, тогда тоже один поддончик выгрузим. Чтобы посмотреть с какой стороны они сначала здесь появляются. Хотя нет, мы с этой стороны заезжаем. Получается в конце. Вроде как точку я тоже рисовал здесь ближе к той стороне. Но если что, пододвинем, не проблема. Он у нас уже почти приехал, кстати. Сейчас посмотрим, сейчас все увидим. Свекла у нас почти закончилась здесь. И вот те два поля хватило ровно на год. Сейчас урожая будет чуть-чуть побольше. Поэтому, наверное, вторую смену мы запускать не будем. Свекла здесь просто останется. А потом уже через год, когда будем заканчивать, наверное... Если вдруг срочно понадобится нам производство сахара, то, точнее, если мы не будем успевать переработать всю свеклу, то тогда запустим вторую смену. Сейчас в этом смысла никакого нет. Итак, где у нас точка? Точка надо чуть-чуть подальше. Надо вот эти вот две точки просто места им поменять. Хотя можно их просто пододвинуть. Здесь прямая дорога. Сделать вот так и не париться. И оно должно будет сейчас залететь. Да, залетело. Хорошо. Значит, вот здесь он будет у нас вот так вот останавливаться. И мы его грузим. Давай, друг. Просиной соло. Еще 22 поддона. Итогу будет 23. Далее пшеничный соло. Еще 23 поддона у нас туда залетает. Итогу в машине уже 46. Соответственно, влезет еще 4. Ну, это самое дело на яичменный солод. Все, 50 поддонов. Вези солодом, разгружай на базу. Потом сюда приедет, загрузит еще оставшиеся. Ну, и раз мы здесь, тогда потом набьем, не знаю, патоку, силостную добавку, что-нибудь, короче, заберем. Хотя, может, и ничего забирать не будем, потому что все равно надо будет потом по всем заводам проехаться и все позабирать на склад. Мы, кстати, еще давайте по меню полазим, посмотрим на стеклянные бутылки. Бутылки. Требуется 57 600, а производим мы 864 тысячи в год. Это, в общем-то, наверное, имеет смысл их производить, потом просто их продадим лишнее. Еще у нас, кстати, телята появились, такие маленькие, попусечные. Вот этому теленку 2 месяца. Еще и в этом году уж кто-то, вот, точнее, в этом месяце кто-то там родился. Вот, один месяц совсем малютка. Так, не прошло и года, и, в общем-то, доехал этот челик опять на склад, точнее, на ферминатор солода. Ничменный солод мы еще не забрали. У нас здесь есть 19 поддонов, соответственно, 31 поддон, у него еще есть место. Раз мы здесь находимся, наверное, имеет смысл отправить его тогда на лабораторию загрузки продукции. Заберем оттуда, например, силостную добавку. Тем более, ее тут уже трохи скопилось. 37 200, неплохо. А, всего 7 поддонов. Мало. Что мы еще тогда заберем отсюда? У нас еще 24 поддона есть место. Давайте тогда сахарный завод. Загрузка продукции. Да, вокруг объедет. У нас же здесь тоже много чего должно быть. Вон, патоки 128 кубов есть. И сахара 189. Короче, есть отсюда что забрать. Сейчас заберем. 24 поддона, еще свободного места есть. Отсюда продукцию, может, тоже забирали ранее. Поэтому, эта точка у нас проверена. Она работает. Место там на 24 поддона. Давайте, наверное, с патоки начнем. Как раз вот 24 поддона и забираем. Я надеюсь, что они все влезут здесь. Они все влезли. Замечательно. А, и вот эта штука тогда уезжает. И после всего этого она едет забирать товары на лесопилку. Лесопилка, загрузка, поддоны. И можно, кстати, одну поездку поставить. Чтобы после этого мы его вообще не трогали. Он просто припарковался и все. Итак, наконец-то прибыли мы на лесопилку. И забираем отсюда поддоны. Как раз 50 штук у нас здесь есть. Все забираем. И сейчас он туда приедет разгрузиться. Можно уже потихоньку тогда выставлять технику, которая будет сбивать наш пивоваренный завод. Начнем, друзья, с хмеля. Я думаю, что мы по одному прицепу всего отвезем. А потом уже, когда я буду обслуживать все производства, тогда и отвезу весь остальной. Итак, с пивоварни. Выгрузка хмель. И загружаешься ты у нас на элеваторе. Давай, друг, погнал. С хмелем разобрались. Электрозаряд придет. Простяной солод, бутылки, дрожжи. Давайте мы отправим вот эту нашу фуру. О, кстати, знаете, что у меня еще появилось? У меня появилась новая вальтра. И навозы разбрасыватель. Он умеет навоз и известь разбрасывать, если что. Я несколько полей навозом обработал. Обычно у нас его тоже много. Два больших поля. 10,6 часов ушло на это. 307 километров он намотал. 19,59, два поля. Ну ладно, это сейчас неинтересно. Нас вот эта фура интересует. Сколько, кстати, дрожжей влезает? Там, по-моему, много всего влезает, да? На пивоварню. Дрожжей, а, дрожжей 100 кубов, но мы столько даже и не собрали там. Или собрали. Да, 130 на складе лежит. Значит, везем всего по 100 кубов. У нас просто прицеп этот на 110. Мы ставим ему 100. И у тебя будет 4 поездки со склада. На пивоварню выгрузка солод. И будешь подряд просто возить все солоды и дрожжи. Начнем с дрожжей. Давай, друг, погнал. Также вода тоже нам понадобится на пивоварне на нашей. Воды 500 кубов туда влазит. У нас 413 есть на водочистной станции. И, в общем-то, 8 раз. Давай, хотя, чего, 8 раз? Потом забьем все. Просто завод запустим 1 раз. Давай, едь. Водочистная станция, водозагрузка. На пивоварню выгрузка вода. И вези воду. Давай тоже погнал. Он как раз приехал, этот разгрузился. Сейчас он припаркуется, поедет. И нам нужны еще бутылки и поддоны, да? Или поддоны там не нужны? Поддоны нужны, но они в списке не показываются, потому что там есть так производство поддонов. Да? Да, поддоны нужны. Но здесь просто на выходе тоже они есть. Откуда здесь поддоны, друзья? Это, в общем-то, мы привозим на поддонах, например, солод. И поддон остается, его можно обратно забрать. Примерно вот так это работает. Соответственно, 100 кубов поддонов надо и 100 кубов бутылок. Ну, по 70, да? Заберем. По одному прицепу. Давай, друг, ты тогда едешь у нас, везешь поддоны на пивоварню. У нас бутылок, кстати, столько и нету, да? Поэтому мы сколько есть, столько и отвезем. Так, пивоварня выгрузка поддоны. Давай, едь, вези. Ты поедешь вторым, повезешь стеклянные бутылки. Стеклянные банки. Просто бутылки, да? Да, просто бутылки. И тоже пивоварня выгрузка поддоны. Давай, друг, погнал. Как раз и этот сюда приехал. Погнали смотреть, чтобы там все разгружалось. Кстати, хмель уже разгружается, это я вижу. Да черт, я заблудился. Хмель выгрузился, он сюда нормально заехал и должен нормально отсюда уехать. Да, друг, уезжай, молодец. Все, здесь у нас все путем. Я, друзья, просто каждый раз вот новый завод поставили, курсы проложили и проверить, чтобы это все дело работало, чтобы потом вообще не уделять этому никакого внимания. Далее у нас первая, следующая водичка подъезжает. Бутылок 70 тысяч загрузилось. Это мы так за день сделали бутылок столько. Мне казалось, что их меньше было. Хотя, да, их же за год там производится 850 кубов, да? 864, по-моему, было. Поэтому все должно быть путем. Так, с водичкой. Эта Вольва здесь тоже заезжает, да? Не цепляется, все путем, все нормально. Хорошо. Там следом сейчас еще и трактор едет, вон. Почему они на карте не отображаются? Что-то фильтры глюканули, выключились сами. Трактор выехал на встречную полосу для большего угла. Вот у него самые большие проблемы могут быть, потому что его надо сразу вправо давать. Но так как у нас здесь только трактора ездят, в принципе, не проблема должна быть. Вода. Вода у нас выгрузилась хорошо. Все, там точка работает. Вот эта штука у нас, выгрузка пошла. Соответственно, тоже триггер работает. Далее фура. Я надеюсь, что он ее пропустит. Что она не полезет, она здесь. Упс. Черт, а вот это вот нехорошо получилось. А че это ты его не пропустил? Он еще не... А, ну он уже, да, уехал. Все, поддоны выгрузились. Он его не лезет обгонять. Это, кстати, хорошо. С учетом того, что здесь нехорошее пересечение такое у нас получилось. Но вроде все нормально. Обошлось. Дрожжи тоже выгружаются. Прекрасно. Соло, соответственно, там же у нас будет. От бутылки, кстати. Может быть, тоже у нас здесь. Потому что здесь у нас... А, прием пустых поддонов бутылок идет. Все, бутылки тоже тогда сюда точно. Все, этот трактор тоже выехал, уехал. Хорошо. Так, вот этому товарищу мы меняем дрожжи на солод. Например, просяной. И еще один трактор у нас здесь едет. Который уже бутылки везет. И бутылки он здесь тоже разгружает. Отлично. Эта фора разгрузилась. Она отсюда уезжает. Ну, в общем-то, я думаю, что проблем быть у нее тоже не должно. Так что все триггеры работают. Все прекрасно. И этот завод мы практически запустили. Осталось только солод привезти оставшийся. Но это, в общем-то, вот этот товарищ все прекрасно здесь сделает. Да, возможно, надо было, наверное, заезд сделать здесь. А выезд делать там. Потому что они практически все, все маршруты идут у нас с базы, с нашей основной. Они уезжают в ту сторону. Здесь нехорошее пересечение. Хотя, с другой стороны, это только в случае, если здесь очередь. Так что уже ладно. Проблем быть вроде как не должно. Поэтому, друзья, на этом мы закончим нашу серию. Судя по всему, мы встретимся уже с вами в следующем году. У меня тут за кадром, конечно, еще дохренищая работа. Но я думаю, что ничего интересного тут, по сути, нет. Убрать поля здесь. В общем-то, то, что уже 500 раз делалось. Посему, друзья, на сегодня я с вами прощаюсь. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Спонсорам огромнейшее спасибо за поддержку. Если не хотите ждать следующую серию или следующее прохождение, оно уже на бусте есть. Кто меня там поддерживает, еще раз, да, спасибо огромное за поддержку. А с вами был Никита Дилай. Всем пока-ки.